Суперджет. Перезагрузка. 12 июня 2019 года военно-промышленный курьер Суперджет. Перезагрузка. Источник изображения, фото, академик датру. Проблемы отечественного авиапрома можно решить за 2-3 года. Майская катастрофа Суперджета 100 в московском аэропорту Шереметьево подняла, с одной стороны, вопросы безопасности перевозок, а с другой проблемы гражданского авиастроения. Дело не в конкретной аварии, от них, к сожалению, никто не застрахован. Даже Боинг потерял в недавних катастрофах две супермашины в 837ах. Конечно, это удары по престижу, и по кошельку компании. Не доучки, не до лечики. Начнем с безопасности полетов. Сразу всплывают целый комплекс проблем, начиная с подготовки персонала, прежде всего пилотов, и заканчивая деятельностью аэропортов. Катастрофа наглядно показала, что авиаторы, избалованные прогрессом электроники, просто разучились водить самолеты. Такому не то что лайнер, кукурузник опасно доверить. Оператор воздушного судна не умеет летать, у него напрочь отсутствуют навыки ручного управления. И это беда не пилотов. Проблема для отрасли, и жизнь заставляет находить решения в максимально короткие сроки. В советское время летчики, не прошедшие на местных линиях школу пилотирования Ан-2, никаким образом не допускались к управлению более крупными воздушными судами. Существовал жесткий порядок в подготовке летного состава, зачем строжайше следило Министерство гражданской авиации СССР. Не возродить ли подобную структуру в наше время? Нынешняя ситуация с летными кадрами настолько запущена и опасна, что можно говорить о системном кризисе. Его невольными заложниками оказались те два пилота, что управляли сгоревшим Суперджетом. Отвечать за свои действия придется обоим, но почему только им? Очевидно, наверху хотят найти очередных козлов отпущения и свалить все на них. Аэропортовое хозяйство. Полностью российским обещает быть Ту-414. Его двигателем, как один из вариантов, станет доработанный запорожский Д-436. Под вопросом действия наземного персонала аэропорта Шереметьево при аварийной посадке злополучного Суперджета. Нареканий вроде бы нет, в установленный норматив спасатели, скажем так, уложились. Но загвоздка в том, с какого момента считывать количество минут и секунд, отведенных на прибытие к аварийному самолету. Почему инструкция предписывает выдвигаться к объекту, когда он уже стелется вдоль взлетно-посадочной полосы огненным шлейфом? Почему никто не встречал самолет уже рядом с ВПП, если авиалайнер заходил на посадку в ненормальном режиме и с полными баками топлива? Кто не знает, как нужно действовать в критической обстановке? Для примера пусть посмотрят историческую хронику с посадкой космического корабля «Буран» на Байконуре. На кадрах хорошо видно, космоплан еще не до конца затормозил на ВПП, а к нему уже на всякий случай мчалась пожарная команда. Вот это, я понимаю, реагирование. Учитесь, ребята. Злополучный Суперджет, конечно. Основная масса вопросов связана с самим Суперджетом. Такой ли самолет был нужен для российских авиационных перевозок? Скорее нет, чем да. Недостатков хватает как по экономической линии, так и по технической. Прежде всего Суперджет неэффективен. В рыночной экономике, когда авиакомпании научились считать деньги, данный фактор является не настолько мелким, чтобы им просто пренебречь. Надежность самолета заметно хромает. Именно поэтому и наши, и иностранные компании не торопятся брать его в авиапарк. А те, что взяли, начинают задумываться, а не вернуть ли самолеты назад лизинговой компании. Особенно много нареканий к французско-российским двигателям, которые часто выходят из строя и вызывают непредвиденные простои воздушных судов. Какому перевозчику такое понравится? Новый двигатель, старые грабли. Главная задача найти выход из сложившейся ситуации и воспользоваться им с минимальными потерями. Каким бы ни был Суперджет, в одночасье прекратить его выпуск, опромечивая решение. Во-первых, это ударит по престижу отечественного авиапрома. Во-вторых, прекращение производства ударит по заводам-производителям, начиная с Комсомольска-Наамури и кончая поставщиками комплектующих. Возникнут никому не нужные социальные проблемы. В-третьих, что, наверное, самое неприятное, можно спровоцировать массовый отказ от уже произведенных самолетов. Иными словами, как бы непродуманными действиями не создать на ровном месте кучу дополнительных проблем. Предлагается, не наращивая выпуск, доработать Суперджет в сторону постепенного увеличения в его конструкции доли отечественных комплектующих, тем более что тенденция такая уже обозначилась. Первым делом заменить ненадежный, часто выходящий из строя двигатель САМ-146. Если заручиться поддержкой государства, что реально, можно форсировать разработку отечественного двигателя ПД-7. Когда Суперджет станет более российским и надежным, спрос на него увеличится. Нет сомнений, что, к примеру, Иран закупит сразу несколько десятков машин. Другой момент касается планов выпуска самолета меньшей размерности, до 75 мест, поскольку для многих внутренних авиалиний 100-местный салон велик. О том, что Суперджет со своими 98 креслами вовсе не оптимален по вместимости, говорилось многократно. Год назад бывший тогда вице-премьером Дмитрий Рогозин пообещал, что правительство выделит из резервного фонда 6 миллиардов рублей на разработку укороченной версии ССЧ-75, рассчитанной на 75 пассажиров. Но не стоит наступать на старые граббели, доверяя разработку тому же коллективу и на основе не совсем удачного Суперджета. Более логичным и оптимальным вариантом выглядит передача заказа на разработку нового самолета для региональных линий другому исполнителю, а именно ПАО Туполев. Прежде всего потому, что туполевцы прилично продвинулись в данном направлении. Ими уже разработаны проекты самолетов Ту-324 и Ту-414 на 56 и 76 пассажиров соответственно. Они максимально унифицированы между собой, отличаются только двигателями, крылом и длиной фюзеляжа. Причем разработчики даже выполнили полноразмерный макет Ту-324, а на Казанском Кумпо для него изготовили опытные образцы двигателя АИ-22, разработанного в Запорожье. На подготовку производства было затрачено порядка 100 миллионов долларов, но тут вмешался Суперджет и перекрыл остальным дорогу в небо. Полностью российским обещает быть и Ту-414. Его двигателем, как один из вариантов, может стать доработанный Запорожский Д-436. Две модели этого двигателя устанавливаются на самолеты Ан-148 и Био-200. В кооперации участвуют и моторостроители из России, ММПП «Салют» и УМПА, где при необходимости можно организовать конечную сборку и испытания двигателя. Выпускать самолеты планировалось на Казанском авиазаводе. Однако времена изменились, и сегодня он обеспечен заказами по полной программе Ту-22М3М, Ту-160М2, Ту-214 в спецверсиях. Скоро дойдет дело до погда. Но в УАК масса недозагруженных мощностей, организовать сборку можно на любом предприятии. Следует добавить, что оба самолета проектировались в цифры, поэтому любые изменения в проект для приведения его в соответствии с новыми требованиями могут быть внесены относительно быстро и безболезненно. Они будут чисто российскими почти на 100%, значит, дешевле и доступнее зарубежных аналогов. Сегодня в этой размерности наше небо бороздят конкуренты от канадского Бомбардье и бразильского Эмбрера. Пора бросить им вызов. Проблемы Суперджета, будем объективны, решаемы. С помощью государства, которое больше всех заинтересовано в минимизации репутационного и экономического ущерба, реально исправит положение в ближайшие 2-3 года. Главная общая заинтересованность плюс слаженная работа всех – чиновников, инженеров, рабочих. Владимир Волгин Газета «Военно-промышленный курьер» опубликована в выпуске номер 22-785 за 11 июня 2019 года. Право на данный материал принадлежат «Военно-промышленный курьер». Материал размещен правообладателем в открытом доступе.